Продолжим наши беседы. Сегодня мы выбрали тему нашей беседы такую. На прошлой неделе произошло событие, которое в сковых нормах тут общероссийскую общественность. Всем известное нападение на манеж некими православными активистами. Подробности этой акции рассматривать смысла нет, потому что все ее переживали на 100 рядов. Но некоторые моменты из этого мы постараемся о них поговорить, опираясь на это событие, скажем так, обсудить. У нас сегодня в беседе наши постоянные участники наших бесед. Сергей Ивашенко, председатель Некоммерческого фонда Союз Украинцев. Председатель управления Некоммерческого культурного посвятительства Союза Украинцев в Сибири. И батюшка, отец Феодосии, игумен Феодосии. Тоже титул. Можно тоже, наверное, председатель областной общественной организации, отеческое духовное наследие. Рады приветствовать телезрителей, интернет-осмотрителей. Да. Батюшка, вам первым условом по поводу события. Что вы можете сказать? Ну, я всегда стараюсь, и думаю, это все-таки правильно, подходить ко всему с точки зрения научного анализа и подхода. Мне из всей этой истории это ничего не нового. Это принципы действия, особенно ярко проявлялись в безбожную пятилетку после революции, когда там тоже кому-то что-то не нравилось, жили, ломали. Сегодня не нравится одно, завтра не нравится другое. С знаком на бороться. Да, абсолютно, да. То же самое. Конечно. И каждый считает себя вправе сделать другому больно. То есть даже не предупреждая, не говоря ничего, чисто так, знаете, вот как принято в животном мире. То, что в данный момент имеет возможность, там, перегрызает горло более слабому и пожирает. Вот такой принцип жизни. Но здесь я вот заметил одну очень интересную вещь, и очень правильную вещь, которая прозвучала в средствах массовой информации. Пошли очень четкие и жесткие сравнения с действиями исламского государства в Пальмире. Абсолютно оскорбление чувств верующих. Аллах не повелел. Это все надо, все эти статуи древние надо разбить. То же храмы, которые люди строили, там, осталась от них единственная память. Люди, величайшие художники. Ну что это? Величайшие. Несколько тысяч лет. Конечно, да. Настера, невероятнейшие таланты, которые дошли до наших дней. Все сравнять с землей. Разбить, разломать. И все из сказки о том, что это нужно некоему Богу. Во-первых, сразу скажу, что я в последнее время стал очень вредным и всегда требую доказательств по этому поводу. Потому что я уже убедился, что божественные воли очень легко торгуют. И вот я хотел бы увидеть вот у этих людей конкретные какие-нибудь свидетельства и доказательства того, что это оскорбляет Бога или Его Пречистую и Пресвятую Матерь или Святых. И они на это очень обижаются. Переживают по этому поводу. Ходят в расстроенных чувствах. Обращаются к небесным психологам. Поэтому испытывают глубокие душевные терзания или страдания по этому поводу. Дело в том, что это в самом принципе нарушает богословие. Бог, поругаем, не бывает. И оскорбить Его никоим образом невозможно. А выдавать свои собственные оскорбления, свои собственные чувства за оскорбление божественного величия совершенно не стоит. Потому что оскорбление чувств верующего человека тогда может быть. Когда это, например, нарушение богослужения, зайти в храм, разбить икону. То есть это что-то такое, понимаете, вот кощунственно неподобное, специально, чтобы сделать гадость. Вот специально. Побить окна, не знаю, устроить пожар, еще что-нибудь сделать такое. А когда начинают откапываться скульпторы и художники 50-х, 60-х годов, которые жили в такое безбожное время, когда нельзя было купить и Евангелие найти нигде. И они, несмотря на гнет советской власти, умудрялись и какой-то осуществлять духовный поиск в этой темноте, когда вообще ничего не было, и спросить-то было не у кого. И удивляться, потому что они не совсем соответствуют тому, ну, таким образом, которому мы привыкли, традиционным образом, к которому мы привыкли, просто глупо. Есть, знаете, одна притча такая интересная, как там было кораблекрушение, и трое, ну, как не знаю, монастырских послушников потерпели крушение и на острове жили очень много лет. И когда их случайно нашли, приплыли туда, они молились на острове, и они не знали даже Отче Наш. Но сама притча рассказывает о том, что их стали учить молитве Отче Наш. Они вроде бы ее выучили, эту молитву, они уже стали старыми древними дедами, уже старцами древними стали. И потом, когда корабль уже отплыл, они не захотели покидать свой остров, корабль отплыл, это где-то на Северных морях, там где-то в Белом море или где-то еще дальше туда, в Северный Ледовитый океан. Когда корабль отплыл, то вдруг увидели, что они бегут по воде за кораблем. И кричат вдогонку, что они забыли какие-то слова из молитвы, и не могут вспомнить. Поэтому это я к тому, что Бога оскорбить духовным поиском невозможно. И только активные, специальные какие-то действия против, они могут вызывать ответную реакцию. Как знаете, как хулиган на улице требует ответной реакции. А когда кто-то что-то не так мыслит, или может быть даже не то, что мыслит, а может быть просто не знает, это отнюдь не значит, что нужно взять бомбу заложить и взорвать древний какой-то пальмирский храм, или сделать это в манеже. Вопрос только в том, что разница, я еще немножечко поясню, разница между исламом и христианством 700 лет. И вот это все мы в 13-14 веке пережили. Были, да, 632 года, ну если это считать от Магомета прямо. Но все-таки пока учение развилось, пока оно стало общим, еще 70 лет прошло, пока оно стало всеобщепринятым, укоренилось, да, около 7 веков, около 7 веков. И это все Европа, и мы это все пережили уже несколько столетий назад. У нас было то же самое, был такой же религиозный терроризм, когда уничтожалось всякое инакомыслие, появлялись многочисленнейшие секты, которые там за правый палец на левой руке, не приложенный ни к тому уху, перерезали горло. И это было, Европа заливалась кровью. А крестовые походы, это разве не то же самое, это борьба с инакомыслием, там под разными различными предлогами. А у ислам молодая религия, всего 1300 лет, да, и суть такова, что они сейчас это переживают. Поэтому у них более радикальные методы действия, такие, знаете, вот кроваво-более примитивные. А здесь я наблюдаю, что кроваво-примитивным методом, ну, как бы примешивается некая такая слащавая толика, желание как-то придать этому какую-то духовность. Хамству и хулиганству придать некие духовные черты. Потому что если идет бандит и взрывает в Пальмире храм, он просто говорит, я вот считаю, что я бандит, я вот такой, вот я и взорвал. А эти делают то же самое, но они говорят немножко, но делают это с таким умным видом, как будто вчера лично ночью пришла Пресвятая Богородица, и им повелела собраться вот в этом месте и разрушить вот это капище вот там вот безбожное. А тем более, знаете, вот в действительности я тоже посмотрел, я даже не знал об этом ничего. Если вы мне вчера не сказали, то я даже не обратил бы на это все возле внимания. Суть дела такова, что я вот вчера посмотрел, видно просто как бы невооруженным глазом желание прославиться. Ипотаж вот на этом. Какой-то вот стяжать венец мученичества. Причем стяжать его бесплатно. Я бы предложил этим ребятам организовать, ну как бы более такую серьезную борьбу с тем, что может быть оскорбляет религиозные чувства. Вот, например, очень сильно оскорбляет религиозные чувства верующих людей наркобороны, торгующие наркотой. Я предлагаю им выследить и напасть на какой-нибудь цыганский притон ночью, в темное время суток и избавить верующих от оскорбляющих их чувств и вот таких вещей. Или, например, поехать спасать Пальмиру памятники древней старины и прославиться истинным мученичеством. Не рисованным вот этим кордонным мученичеством, а настоящим, которое будет действительно покажет их мужество и покажет их какое-то родение о народе, обо всем. А этот дешевый пиар, за который ничего не будет, который старухи испугались там в манеже, эти смотрительницы, знаете, как бабки сидят обычно возле дверей, там такие петербургского вида интеллигентки охраняют там вот эти произведения искусства, я же в музеях, как в Третьяковке. Надо напугать старух вот этих, чтобы напугать этих, произвести эпатаж среди этих зрителей. Ну, это есть пословица. Молодец среди овец. А как на молодца, так и сам овца. Вот это я считаю, что такое пеницем здесь. Хорошо. Значит, чтобы не воспринял никто, как призыв к там... Почему? Громить эти самые цыганских баронов? Да. А разве это плохо? Я имею в виду наркоплитоник. У нас дело в том, что у нас все-таки страна... Я предлагаю, я подправлюсь, вызвать перед этим наряд милиции и содействовать задержанию... Используя закон о дружине. Очищенных и победивших искренних чувств. Хорошо. Значит, вернемся к нашим зайцам-гусям. Значит, мне бы хотелось обратить все-таки внимание на какой факт из этого. Вы с пользой так прошли. Это действительно выставка. Принесли из музея Вадима Сидура. Значит, несколько его экспонатов. Экспонаты выбраны были, ну, может быть, не самые такие, которые можно было показать. Ну, в этом тоже есть какой-то... Я посмотрел вот всю выставку Московского музея этого Вадима Сидура. Ну, там есть интересные вещи. Я не сторонник вот этой абстракции, конечно. Но человек интересный. Он был фронтовик. Он получил очень страшное ранение. У него вырвана челюсть была. И он всю жизнь прожил с этим, с этой глубокой травмой. Конечно, то, что у него в мозгах, это... У него есть очень серьезная антивоенная работа. Вот. Там формула скорби вот эта вот интересная. Памятники. Памятники. Это же у нас с лагерем, да. Ну, они действительно, они выражают такую мысль какую-то художественную все-таки на том уровне. Хотя я говорю, что я не приветствую тот этот самый стиль. Стиль вот эти вот абстракционистские. Но они были в 60-е годы. Они были как андеграунд. А как можно приветствовать или не приветствовать? Это мое личное отношение. Это мое личное отношение. Я иду смотреть на наших реалистов. Я их люблю. Значит, реалистично. Ну, это тоже... Я считаю, что это то же самое, что... Вот кто-то любит колбасу вареную, а кто-то любит копченую. Можно ее приветствовать. Можно с ней не здороваться совершенно. Неправильно сказать. Сказал, что... Один любит копченую, а кто-то звеной хрящий. Сергей, значит, вот. И вызвало... Вот этот эпатаж вызвало там, может быть, две работы. Снятие из креста. Вы посмотрели ее? Да, да. Я посмотрел. И что там такого? Человек голый, не защищенный служа. Нет, это... Вы знаете, да. Вторая работа какая там... А, этот... Мы уже с вами как-то пророк. Пророк. А, я антреститель, я антретечер. Нет, нет. Вторая работа пророк. Она так и называется. Там такая фигура... Не сказать человеческая, не человеческая. Вместо головы там какая-то абстракция. Но зато присутствуют некоторые органы. И он держит в руках Иисуса Христа. Причем сама фигура Иисуса Христа очень такая... Ну, хорошо сделанная. И вот они вот назвали вот это все расправлением там и так далее. Ну, есть там еще среди его работ там такая... Есть создатель Адама и Ева. Не посмотрели? Есть такая... Нет, вы знаете, я посмотрели... Я видел, к сожалению, не все было показано. А я увидел только вот это вот снятие с креста. Снятие с креста. За это они сцепились, да. Вот. И это как бы вот они... Вот эти вот ребята, которые понятия не имеют ни о живописи, ни об искусстве, ни о чем. Да, они, наверное, даже не знали этого скульптора. Они и скульпторы этого никогда не знали. Они где-то что-то услышали и прибежали действительно делать себе... Пиар. Пиар для себя сделать. Это видно просто невооруженным глазом. Они кидались потом на журналистов, вымаливая, чтобы у них взяли интервью. Ну, в общем, сама вот это вот... У меня еще один факт. Вот я буквально два слова. Вы знаете, вот раньше было, помните, какие-то такие богоборческие выставки в Москве? Когда к этим богоборцам-то обращались, что, мол, вот нехорошее изображение, уберите. А они говорили, нет, мы не уберем. И начинался скандал и драка. А здесь уже поняли, что если скажут, уберите, то скажут, да, 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 и сразу уберут. И поэтому, чтобы не успели убрать, да, дай бог, да, кто-то не сказал, что это такое. И убрали? Нет. Надо было сделать это все неожиданно, как так на щит. Совершенно верно. Чтобы пиар состоялся. Место того, чтобы, если там не понравились вот эти вот головы, и он на предтече разложен, ну, действительно какая-то... Ну, убрали, но я даже уверен, что убрали. Руководство музея... Да, пришли к этому, в дирекции Манежа и сказали, ну, ребята, ну, такого можно не вложить. Я в тысячу процентов уверен, что руководство Манежа не пошло бы ни в какой конфликт СССР. СССР, конечно. Даже на вот такой маленький, сразу бы убрали. И поэтому вот эти вот фигуры, которые прыгают и пытаются всех учить жизни, становятся несколько беспокойно, потому что завтра они придут и начнут учить всех жизни. Конечно, это жизнь. Так в этом и заключается снесло. И говорить, ребята, вы будете ходить по нашим правилам, а не по вашим. Так он делал Господь. Товарищ, а ты вообще знаешь, что такое православное христианство на Руси? Ты его историю знаешь? А мне это не надо, знаешь, вот мне это оскорбляет и все, ты уйди отсюда со своими знаниями. Вот к чему-то придет. Поэтому эти типы, они очень, конечно, я бы даже сказал, омерзительны, как бы они ни называли себя какими-то активистами. И очень жаль, что православная церковь заняла такую нейтральную позицию. По-видимому, да не по-видимому, они с ними немножко так возились. Они их воспитывали где-то в каком-то определенном духе, где-то с ними общались. И поэтому они на них сейчас особо не наезжают. Осудили, что это незаконное место. Ну, это жалко. Давайте я вам тоже несколько скажу слов, и вы поймете, что это в принципе невозможно. Вот я беседовал когда-то с нашими мамами здесь, в Новосибирске. Я им говорю, а почему вот, например, все имамы не соберутся вместе и не сделают заявление, что все самоубийцы в джихаде, никто в рай не попадет, а будут они вечно гореть в аду. Но они почему-то не собираются, не делают такое заявление. Почему? Это отказаться от определенной части своей власти, над умами этих людей. И поэтому такие сумасшедшие нужны. Они нужны для того, чтобы пугать. Пугать своим... Кто-то легко испугается, кто-то сложнее, но запугивать своим присутствием. Запугивать своим... Это метод борьбы. Не хватает иногда слов. Надо приступить к какой-то мордобою. Вот это делается именно для этого. Это страшный религиозный фанатизм. А это есть... Он нужен религиозный фанатизм. Откуда бы он исходил. Хоть даже из структур церкви, имамов, и синагоги, и так далее. Он нужен. Религиозный фанатизм. Без этого не существует религия. А общество это страшно. Да. Для общества это смерть. Не зря, вот, знаете, придуманы вот эти принципы светскости государства. Потому что иначе все религиозные деятели перегрызутся и поубивают друг друга. И каждый будет уверен, что делает это во имя Господа Бога. Вы знаете, я еще один очень такой подчеркну серьезный момент. Никакая религия не существует без фанатизма. Никакая религия не существует без фанатизма. Я даже буду больше настаивать, что основная масса церковных и околоцерковных людей, она разделяется на несколько категорий. Первая категория это искренне и доверчиво фанатично верующие в то, что не понимают вообще. А вторая категория это те, которые этим пользуются. И на этом наживаются. И что это в православии, что это в любой религии. Разницы здесь никакой нет. Единственное, как мы с вами уже много раз говорили, метод борьбы с этим, это просвещение. Наука. Наука, да. Именно наука. Наука, которая открывает такие вещи в организме человека, в сознании человека, которые невозможно объехать на кривой козе. Как вот Галилей, открывший, что Земля пока шарообразная. Поэтому вот всегда надо различать веру и религию. Вера это личные взаимоотношения с Богом. А религия это форма оболванивания и эксплуатации болванов. Болвов. Да. Давайте Сергею дадим слово. Конечно, при величайшем. Не, ну, естественно, не могу спорить с вашим авторитетом, конечно. Тем более я его абсолютно поддерживаю. То есть, именно ваши слова. Единственное, что сейчас среди той же самой русской православной церкви, которая есть, и да, впрочем, правильно вы сказали, среди любой веры есть люди, которым нужны эти люди, которые их опествуют, которые вот эту, так сказать, вот эту свою сотню, вот эту... Косвенно воспитывают. Да, они ее воспитывают. Они воспитывают ее в духе то, что вы делаете божеское дело. И что вам за это ничего не будет. Промывание мозгов. Да, чистое промывание мозгов. И люди идут на пиар вот этот вот самый. Но самое главное, что у меня... Я тут недавно статью тоже разместил в Фейсбуке. Создаются вот такие вот мелкие организации, боевые организации, так сказать, под эгидой русской православной церкви якобы. Такая организация есть, допустим, 40-40. СС. 40-40. Люди фотографируются в одежде, красиво. Они в храмах фотографируются в этих одеждах. То есть они уже как бы создаются в эту организацию. Это может быть какой-то фейк. Понимаете? Да, это говорите... Ну что, у нас есть фотографии, документы. Собирать с социальных сетей какую-то информацию, но это как-то несерьезно. Ну почему нет? Это уже состоятся эти организации. Я не буду спорить, но факт в том, что если говорить такие вот заявления, надо не на социальные сети с вас садить. Ну, понимаешь, дело в том, что, конечно, Женя, я понимаю, что социальные сети... Очень много лжи, клеветы и подмены. Много, но очень много и правды. Потому что, понимаешь, там это действительно информация, она не всегда, правильно. Можно и Библию, я вон когда был, это самое... Как они есть эти свидетели, я говорю. Это вообще... Они эту Библию, Библию, из Библии сделали оружие. Из Библии... Они ее долдычат, как это... Там люди уже буквально... Уже смотришь, а фонаревшие уже... Сидят уже от это самое... Они вот, давайте вот по этому поводу вот это, по этому поводу вот это. Они сидят на этих стадионах. Я вообще поражаюсь, ужас просто. Я один раз помню. Сделать, батюшка, сделать из Библии оружие против самих же людей. Против самих же людей. Так и здесь, собственно говоря, делается оружие. Есть просто нечистоплотные, извините, тоже и батюшка. Что-то говорите с нечистоплотными. У нас, поясню, у нас такого нет. У нас, наоборот, как-то не приветствуется знание прихожанами Священного Писания, потому что чем тупее прихожане, тем лучше. У нас вот этот фейк, вот это вот все идет, одурманивание тем, что кто-то когда-то что-то сказал. Вот, например, говорится, там какой-то святой отец сказал то-то, то-то и то-то. И как бы это становится правилом традиции церковной. А когда потом начинаешь разбираться, и начинаешь искать источники, начинаешь искать какие-то действительно письменные свидетельства, оказывается, что это вообще ничего никогда не было. Понимаете, то есть это такие вот вбросы, пшики такие. МММ нет проблем. Да. Понимаете, то есть вот ради кому-то что-то нужно в данный момент. И начинают приписывать там Сергею Радонежскому какие-то слова, или Серафиму Саровскому, тем более он же не может протестовать это в суде. Нет, конечно. И начинают приписываться какие-то там древним отцам какие-то слова. Вот, и поэтому получается еще один очень момент. Убедить надо только в одном. Знаете, в чем надо убедить? Что вот ты какими-то действиями, например, и исповедью частой, причастием в храме, или какими-то там вот, ну какими-то вот такого рода действиями становишься очень близок к Богу. Вот это вот единственная вещь, которую надо по-пам убедить человека. В этом надо убедить. А потом рождается чувство безнаказанности. Потому что, ну раз ты с главным судьей в таких близких отношениях, чуть ли не договорных, и он прямо конкретно в Священном Писании пообещал тебе за это вот это, за это вот это, а за вот это даже вот это, Полная индульгенция. Да. То ты получаешься совершенно безнаказанным. Да. И тебе какие-то земные наказания даже не страшны становятся, потому что ты понимаешь, что там-то вот Высший Разум, Творец Вселенной, он тебя во всем оправдают. Ты с ним договорился. Да. И вот поэтому вот Высшие Церковные Чины с такой легкостью делают очень такие тяжкие темные делишки. Да. Им кажется, что они вообще прямо там уже вот, прямо в кармане у Бога сидят. В отношении к сознанию общества, скажем так, темные делишки. Да. Вот это вот. Сопределение общества. То есть они производят некоторые действия, которые заряжают общество в какую-то систему... Безграмотность. Безграмотность. Ну, мракомиссия. Сергей затронул еще одну хорошую тему. Все-таки о социальных сетях я бы сказал так. Вот социальные сети вообще-то порождают в обществе страшную злобу и агрессию. Колоссальную просто. Вот, наверное, вот это вот, то, что творится сегодня между Украиной и Россией, это процентов, наверное, на 80 исходит из того, что принесли в наше общество социальные сети. Ну, вообще, бывали средства массовой информации. Да. А я просто подчеркиваю, я подчеркиваю, социальные сети. Потому что народ, когда общается в социальных сетях, он полностью раскрепощает свое сознание. А, не боится по мордику? Совершенно не боится. Люди там входят в такую агрессию, что просто жуть. Враж. Враж, да. И вот этот момент очень важный. Вот даже наш новосибирский пример, помните, недавний, два года назад, когда этот парень, мусульманин, считающий себя мусульманин, напал на девочку и избил ее. Не слышали? Нет, даже не помню. Ну, тоже она скобила чувство веры. Учился он в медицинском институте. А, я обстал. Она там лайкнула какую-то, штуку. Он на нее напал и сбил, и сразу же смылся в Дагестан, убежал, а судили здесь уже долго-долго те, кто потом за эту девочку вышел заступаться. Ну, вот такой вот вопрос. Спортсмен он оказался. Ну, я что хотел обратить внимание. Вот социальные сети. Он разместил там, вот это вот, никто не говорит, он разместил там такую фразу. Я люблю Аллаха, но и всех терплю вокруг только ради Него. Вот что-то такое. Такая фраза была. А то называется чистой воды, религиозный фанатизм. Религиозный фанатизм, понимаете, ведущий именно к радикальному выражению и агрессии. И на это внимание мало кто обратил. Это называется чувство Бога избранности. Да. А раньше мусульмане, когда я в 80-е годы впервые столкнулся с нашими российскими мусульманами, они мне объясняли такую вещь. Жень, мы слово Аллах вообще стараемся не произносить, потому что оно свято. А этот парень разместил это слово в бесовских социальных сетях. Ведь они же с любой точки зрения, социальные сети это бесовские. Ну, в том плане, что там много нехорошего, да? Да, да. Понимаете, вот совершенно отмороженность вот по этому поводу. Мусульманин, он вообще, он даже тюбетейку носит. Для чего? Для того, чтобы Всевышний не проникал в его грешные мысли. Он в храме должен быть в тюбетейке. Понимаете? Вот. И они это слово произносили с благоголением, там много названий его, но ни в коем случае не выносить вот на такие вот вещи. То есть парни делают вот такой вот удар по своим же... Это примитивные познания о Боге. Они примитивно верят. И эти примитивы вбивают во всех религиях, в том числе действительно и в христианстве. И в исламе, и в буддизме, и в иудаизме этот примитив вбивают в маргинальные слои населения. Только знания могут с этим бороться. Когда ты можешь трезво со стороны на себя посмотреть и увидеть, что ты обыкновенный кусок мяса, костей и прочего наполненного кучей гормонов, инстинктов и разных всяких нехороших и нехороших качеств, вот тогда ты начинаешь понимать, что ты на самом деле ничего такое не избранное и ничего не особенное, а обыкновенный, как все на земле живущие люди. И никто тебе не давал право, защищая свои чувства, надмиваться над чужими чувствами. Ведь у этого скульптора наверняка тоже были какие-то свои чувства, и наверняка они были не хамскими, не похабными и не какими-то там желающими кому-то какую-то гадость сделать. И тем более человек такой заслуженный, и там военный, и прочее, и все остальное. Вот. И поэтому, а вот уверенность в собственной безнаказанности, она дает право топтать дел вот этих воевщежитий, или чужие какие-то там храмы в Пальмире ногами, или взрывать какие-то статуи, или так вот это уничтожать какие-то... Это приведет к радикализму. Да, это радикализация. Сергей сегодня рассказал потрясающую, жуткую новость такую. Не знаю, почему ты сейчас о мне не говоришь, я все жду, жду. Значит, потому что вот это все приведет к таким вещам. Вот, Сергей, скажи, ты сегодня прям общался с тобой. Ну, я сегодня человека встретил, артист нашего оперного театра. Просто-напросто. Ну, он, конечно, участвовал в акциях, в событиях, ну, так не был, как бы сказать, первым там, просто... Скажем, либерального тока. Ну, либерального, да. Он участвовал в акциях либерального тока. Ну, пусть и либерального, да, раз уж, как говорится, ладно. Ну, пускай так, скажем, да. Но, тем не менее, человеку подошли просто-напросто, остановилась машина, выходит человек... Певец нашего оперного театра. Певец нашего оперного театра. Выходит человек с огромным крестом на груди, говорит, и бьет его в горло, в кулаком. Понимаете? Просто бьет человека в горло, в кулаком. То есть в то, что является его инструментом, по сути, сказать. И сейчас человек уже находится на извлечении, и Бог его знает, вернется там у него. Но мы не говорим фамилии, потому что идет следствие. Да, потому что идет следствие. Случай реально, да. Вот кто это вышел, там может быть расследуют, может быть он не имеет отношения к каким православным активистам, мы не знаем. Нет, нет, не может быть. А кому сдался этот певец из оперной войны? Да, кому сдался. Это все после событий этого тангезия. И почему именно удар? Один удар именно в рак. Так повелел король. Так повелел Господь. Это все после событий этого тангезия. Я не знаю, участвовали там в этой опере или нет. Я не знаю, врать не буду. Ну что, за что я отвечаю, я, ты знаешь, я не буду. В суперфракции это кончится, знаете, тем, что кому-то ночью будут приходить архангелы Гавриилы и говорить, что надо подпалить оперный театр. Да, да. Вот. Я сказал, чтобы это вместилище безбожие и разврата сгорело синим пламенем. А кому-нибудь в мечети будут приходить архангел Джабраил, который будет говорить, что нужно еще что-нибудь разрушить и взорвать. Вот. И все, и вот это, и каждый будет при своем. Понимаете? Давай, человек рассказывал, Женя. Я говорю, человек рассказывал. Как, говорит, стояли, я лично, говорит, видел, говорит, извините, батюшка, как просто, ага. Ага. Стояли эти, так называемые, казаки, ну вот эти разряженные, и плевали, говорит, в сторону будет оперный театр. Ну, это нормально, да. Нормально, да? Да, Кураев интересно в блоге написал о себе. Говорит, уже начали крестить детей во имя России. Раньше все это было во имя Иисуса Христа, теперь во время России. Ну, говорит, по крайней мере, можно одно оставить. Мы же плеем на запад, когда крестим, отрекаемся от сатаны. Можно так и плевать в сторону запада и дальше. Если хоть будем крестить во имя Иисуса Христа, значит, суть проста. Конечно, это никто не будет слушать то, что я говорил, и прислушиваться к этому не будет. И я даже не собираюсь по этому поводу спорить, и не собираюсь, не на что тут даже надеяться, и кого-то чем-то убеждать. Потому что у обезьян своя психология, у них свои чувства и свои верования. Поэтому спорить, выходить, драться, не имеет никакого смысла. Два момента. Во-первых, в государственных интересах все это очень сурово пресекать. И это единственное, что может сохранить в обществе, избавить общество от этой радикализации. А у нас нет этого. Наши власти почему-то последние годы все больше и больше эту радикализацию подкармливают. Все вот эти религиозные всякие структурки кормятся больше, больше и подкармливаются, присобачиваются своими верхушками к Кремлю, к власти. Есть причина. Да, есть причина. Государству надо на что-то опираться. Государство решило, что идеологией может быть церковь. Да, да. Вот что было. Уже это было. Убрали партию КПСС, заменили на церковь. Уже Россия уже была скормлена этой идеологией. Причем скормлена без остатка. Кончилось это все жуткой резней, 17-м годом, страшным временем безбожия. Причем это, вы знаете, это не безбожники виноваты в своем безбожии. Их божники воспитали безбожников. Божники воспитали безбожников. И потом безбожники этих божников резали и с колоколин кидали. Потому что божники их воспитывали в своих интересах, а не в божественных. И вот эти вот сейчас нынешние тоже в своих интересах бомбюков этих воспитывают. Богу это не нужно. Понимаете, как написано в Священном Писании? И отымешь Дух Его, и возвратиться в землю свою, и в тот же мгновение, в тот день погибнут все мысли. Богу кидлеры не нужны. Адвокаты не нужны. Прокуроры не нужны. И судьи не нужны. Но почему-то люди с очень большим удовольствием берут на себя роли божественных адвокатов, божественных судей, божественных киллеров и палачей. Исполняющих святую божественную волю. Где вы найдите в Евангелии, что, например, посылаю вас защищать мою волю, мои интересы, убивать неверных. Найдите это где в Евангелии. Наоборот написано, посылаю вас к опухце среди волков. А тут надо все поубивать. Вы понимаете, в чем проблема? Объясню еще одну маленькую проблему. Путается очень легко государственный патриотизм, национальные какие-то интересы с религиозными. Это нельзя вещи путать. Это разные совершенно вещи. Это у Христа, у Бога нет ни Эллина, ни Иудея, апостол Павел написал. Не надо выстраивать национальности и так далее и тому подобное. Поэтому, значит, первое, что я хотел сказать, это жесткое пресечение государством всего этого. И причем должна быть пропаганда во всех вот этих средствах массовой информации, которыми полностью обладает государство. Что это все плохо, не реклама, что это некая герои, героизация вот этого всего пошлого момента. Даже вроде не хотят, но все равно делают героями. Да, делают героями, да. И с другой стороны, вот это со стороны государства должно быть. А с другой стороны, значит, чисто и очень, самый главный момент, это воспитание и просвещение людей и детей в чувствах и в знаниях, в знаниях научных. Это тоже государственная задача. Да, это государственная задача. В результате этого... Ни в коем случае не допускать к этим вещам культуры, к образованию, к науке и так далее. Да, религиозных деятелей, да. Любых. Религиозных деятелей. Ну, прямо мы с вами... Это всегда их было. Это у каждого свое аксиона. К этому мы должны... У каждого...